События, происходящие сейчас в мире, никого не могут оставить равнодушным, и поэтому я тоже решил высказаться по этому поводу. В современном мире очень опасно воевать, потому что любой локальный конфликт может перерасти в Третью мировую войну, где победителей просто не будет. Казалось бы, все это понимают, и тем не менее продолжают идти по этому пути самоуничтожения. Нет ничего глупее, бессмысленнее, чем война. Вдумайтесь, почему люди должны идти и убивать друг друга? Ради чего? Ради амбиций власть придержащих? Если кто-то там на Олимпе решит переделать мир под себя, пусть выходят один на один или стенка на стенку, как им больше нравится, и машутся между собой. Почему совсем другие люди должны идти и отдавать свои жизни? Мне кажется, с удовольствием воюют только люди, склонные к садизму, фанатизму или подверженные другим психическим аномалиям. При этом средства массовой информации постоянно промывают нам мозги. Люди, правду нам не скажет никто. Ни Украина, ни Россия, ни уж тем более Европа, никто нам не скажет правду, понимаете? Доверять государственным телеканалам и радиовещаниям, конечно, это глупо. Так же глупо и доверить различным частым блогерам, которые зачастую являются рупором тех или иных заинтересованных сторон, или выражают свою личную точку зрения, которая зависит от их политических предпочтений. Если включить мозги и подумать, то вот что получается. Значит, принимая решение о начале военной операции на Украине, Путин знал, что он останется один против всего мира. А это значит, у него были веские основания начинать эту заваруху. Только по прошествии немалого времени, если не случится, конечно, самого худшего и нам повезет, вот только в том случае люди, оглянувшись назад, увидят с высоты времени, за кем была правда. Сейчас этого не увидеть еще из-за собственных эмоций, потому что людей сейчас злит все. Если ты за Путина злит, за Зеленского злит, за Россию, за Украину все равно. Злит, если следишь за политикой, или если живешь отрешенно в собственном мирке, тоже злит. Поэтому я прошу вас всех, не проявляйте агрессию по отношению друг к другу, не требуйте от других геройства или признания вашей точки зрения. Просто начните с себя, будьте человечны и терпимы к ближнему своему. Помните, наука уже давно научилась управлять психиками большинства. Не дайте ложной сути сформировать вашу точку зрения. Желаю вам мира, понимания и душевного спокойствия.